В окружном парламенте состоялся прецессионный комитет, на котором утвердили повестку предстоящей сессии. Она пройдет в четверг, 26 сентября. Прокурор округа Николай Егоров выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка на территории региона за 8 месяцев текущего года. Вице-губернатор Татьяна Лагвиненко расскажет о законопроекте, в котором уточняется, что с 1 января 2020 года для применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, будет учитываться ввод в эксплуатацию только недвижимого имущества. Хочу сказать, что с 1 января 2019 года в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми из объектов налогоплажения налогом на имущество организации исключено движимое имущество. Целью законопроекта является стимулирование налогоплательщиков на ввод в эксплуатацию основных средств или недвижимого имущества, увеличение налоговой базы по налогу на имущество, зачисляемого в окружной бюджет, и повышение экономической эффективности от установленной налоговой льготы. Ещё два вопроса, которые вынесут на рассмотрение сессии, касаются описания местоположения границ между Ненецким округом и соседними регионами. Описание границ, есть закрепление границ, есть соответствующие точки, которые к соглашению прикладываются, есть координаты установленные, которые согласованы как одной стороной, так и другой стороной. Эти точки будут зафиксированы, никаких споров в границах нет, и это соглашение будет в том числе с указанными точками, закреплено в Росреестре. Также на предстоящей сессии депутаты обсудят поправки в законопроект, в соответствии с которыми работодатели смогут заключать соглашение об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. Кроме того, будут рассмотрены вопросы о предоставлении компенсации аренды жилья педагогическим работникам СУЗов и компенсации расходов студентам-инвалидам, обучающимся по очной форме обучения на платной основе. Кроме того, депутаты рассмотрят решение администрации округа о реорганизации детских садов «Солнышко» и «Росток» и централизованного стройзаказчика. Прямая трансляция сессии начнётся в четверг в 10 часов утра на телеканале «Север». В режиме онлайн заседание можно смотреть на официальном сайте телерадиокомпании. Ирина Якишина, Вадим Стасёк, Телеканал «Север».